Всем привет! С вами снова Азат. Вы находитесь на канале Автосправочная. В комментариях под предыдущими видеороликами было много вопросов на тему запрета госномеров без триколора, то есть без флага России. Давайте поделюсь актуальной информацией по этой теме. Для начала напомню, что на сегодняшний день ГОСТ, который устанавливает требования к госномерам транспортных средств, допускает установку госномеров на обычные автомобили как с триколором, так и без. То есть в требованиях ГОСТа прописано, какого размера, какого цвета должен быть этот триколор, где он должен быть расположен. Но согласно тексту этого ГОСТа получается, что это не обязанность, а только право. То есть он может быть на номере, а может его не быть. И это на сегодняшний день не является никаким нарушением. В 2024 году госномера можно получить как в подразделении госавтоинспекции, так и в различных организациях, которые имеют аккредитацию на изготовление соответствующей продукции. То есть на сегодняшний день ГИБДД просто присваивает комбинацию букв и цифр конкретному транспортному средству, а уже изготовить и забрать их вы можете как в госавтоинспекции, так и в частной компании. Соответственно, на сегодняшний день госавтоинспекции сейчас практически в 100% случаев выдают госномера именно с триколором, а вот в частной организации вы можете выбрать оба варианта, как с триколором, так и без. Причем обычно оплата за номера без флага стоит даже дороже, чем за обычные. Весной текущего года с идеей запрета госномеров автомобилей без триколора выступил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он в своем телеграм-канале сообщил, что ему якобы пришло письмо от его подписчика, в котором он возмущается тем, что многие водители страдают от недостатка патриотизма. То есть они специально обращаются в какие-то организации, платят деньги за то, чтобы получить госномер без триколора. Естественно, на такое письмо читателя Хинштейн не мог не отреагировать, и он быстро подготовил письмо на имя главы госавтоинспекции России Михаила Черникова, призвав его внести поправки, запрещающие выдачу госномеров без триколора. На что, соответственно, госавтоинспекция ответила, что эти поправки и так готовятся, то есть в ГОСТ, который предусматривает требования к госномерам, планируется внесение в 2024 году поправок, которыми будет запрещена выдача госномеров без российского флага. 9 ноября 2024 года Хинштейн опять же в своем телеграм-канале подтвердил, что поправки в этот ГОСТ действительно по-прежнему планируется внести и успеть до конца 2024 года. До конца текущего года будут внесены необходимые изменения в ГОСТ. Флаг с российским триколором в правом нижнем углу автомобильного знака станет обязательным. «Самое приятное, что эта инициатива пришла буквально, что называется, из народа. С такой идеей выступил мой подписчик, после чего я и обратился в Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения МВД России соответствующим предложением», – написал 9 ноября текущего года Хинштейн в своем телеграм-канале. Во всех публикациях, посвященных этой теме, подчеркивается, что новые требования не коснутся тех водителей, которые получили госномера до внесения поправок в этот ГОСТ. Однако я уже в своих предыдущих видеороликах говорил о том, что по факту проверить, когда человек получил госномер 10 лет назад или вчера, не предоставляется возможным. Дело в том, что организации, которые частные изготавливают госномера, они не отчитываются в госавтоинспекцию, когда, кому, какие госномера они выдали. То есть, например, у меня машина 2012 года выпуска, на ней действительно стоят госномера, которые были выданы в 2012 году, то есть, когда я первично ставил автомобиль на учет в госавтоинспекцию. Но при этом в течение этого периода я мог неоднократно обращаться в эти частные организации, заплатив денежку, получать новые госномера. То есть, госномера с теми же буквами и цифрами, но я мог поставить номера как без флага, так и с флагом, несколько раз их поменять и так далее. Естественно, никто там дату изготовления этих госномеров, когда я их поставил на машину, когда снял, проверить и подтвердить не может. Именно поэтому, когда гос будет скорректирован, для тех водителей, которые передвигаются с госномерами без флага, могут настать довольно-таки непростые времена, потому что доказать, что они там за день до принятия поправок в гос, либо там за 5 лет до этого получили эти госномера, будет довольно-таки сложно. При этом эти госномера, естественно, не будут соответствовать новым требованиям госта. Друзья, а если вы хотите экономить на обслуживании своего автомобиля, получая максимальный кэшбэк за заправки, за оплату автоуслуг, автосервисов, автозапчастей, заказывайте автомобильную дебетовую карту Drive от T-Bank. Лично я по своей карте только за прошлый месяц получил бонусов почти на 2800 рублей. Если вы новый клиент банка, то для вас есть дополнительный бонус. Заказывайте карту по моей ссылке до 21 ноября 2024 года включительно. За первый месяц потратьте не меньше 5000 рублей, и 2000 бонусов будут дополнительно начислены на ваш счет. Все подробности и ссылка будут в описании. Также многие спрашивали у меня о том, будет ли грозить лишение прав за такие номера. Дело в том, что я напомню, что 14 октября текущего года были утверждены и подписаны поправки, согласно которым ужесточено наказание за повторные нарушения по части 2 статьи 12.2 КОАП РФ. То есть это управление транспортным средством без госномеров, управление транспортным средством с госномером, установленным на нестандартном месте, управление транспортным средством с видоизмененными госномерами, а также с номерами, которые оборудованы материалами, позволяющими скрыть, видоизменить, либо затрудить идентификацию номера. Здесь нужно понимать, что госномер, который не соответствует ГОСТ, под эти нарушения не попадает. То есть это трактуется по части 1 статьи 12.2 КОАП РФ. Соответственно, за это грозит не лишение прав, а предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Вот вы видите на экране часть 1 указанной статьи. Она предусматривает наказание в виде предупреждения или административного штрафа в размере 500 рублей, за управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований госстандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, про которую я уже упомянул. Таким образом, после принятия поправок в этот ГОСТ, лишать прав за госномер без флага, конечно, не будут, но предупреждение или штраф в 500 рублей получить за это можно будет вполне реально. Вот такая вот информация. Надеюсь, видео было для вас полезным, интересным. Спасибо, что досмотрели его до конца. Что вы думаете по этому поводу? Своим мнением делитесь в комментариях. Чтобы не пропустить следующие видеоролики, не забудьте подписаться на этот канал, а также на другие площадки моего проекта. Ссылки я оставлю в описании. Желаю всем безопасных дорог и всем пока!